всем привет вы на канале лазница меня зовут вика представляете я вчера захожу домой беру компьютер обновляю страничку свою на youtube я сначала растерялась не поняла вообще что случилось потому что было всегда много цифр а сейчас много нулей и я смотрю что у меня 300 тысяч подписчиков стало я если честно просто в шоке было я принципе до сих пор в шоке потому что это очень огромная цифра для меня спасибо что подписываетесь мне очень приятно мой канал это моя отдушина спасибо большое за то что вы есть за то что вы делаете прически по моим видео отмечаете меня я смотрю на ваши работы и просто плакать хочется от счастья мне очень приятно что я делаю что-то полезное еще раз большое спасибо что вы у меня есть надеюсь что наша youtube семья будет расти еще больше и не будем на этом останавливаться скоро у маленьких принцесс будет пора выпусков в садике и в школе в начальных классах я хочу показать вам несколько вариантов причесок может вы выберете себе подходящий и вам будет полезно это видео очень хотелось бы мне я всех очень рада видеть на своем канале и если вы впервые попали не поленитесь подписаться мой канал о прическах уверена что он вам пригодится и вы всегда можете зайти и найти для себя подходящую прическу но сегодня для вас подготовила вот такие вот необычные некоторые с виду сложные но они простые в исполнении так что не пугайтесь сразу для всех найдется прическа если вам понравится этот выпуск то вы мне оставите плюсик в комментариях и я еще сниму серию причесок для маленьких девочек для первой прически нам понадобится высокий хвост если у вас собираются такие петухи то вы можете взять расческу с железным кончиком и вот так вот начиная от самого начала роста волос по верху проводить кончиком расчески и таким образом у вас прячутся все петухи дальше нам понадобится еще одна резиночка я складываю пополам чтобы она не была слишком растянута и две невидимки я пронизываю невидимками резинку и получается такая конструкция две невидимки и резинка по центру заводим хвост наверх раскрываем одну невидимку и с одной стороны заводим под хвост теперь большим пальчиком второй руки придерживаем невидимку чтобы она сейчас не выскользнула натягиваем резинку со второй невидимкой и вторую невидимку закалываем с противоположной стороны тоже под хвостом то есть чтобы наши невидимки смотрели друг на друга или накрест как у вас получится выходит вот такая конструкция надеюсь что у вас все получается если вы сейчас со мной плетете держу за вас кулачки отделяю верхняя часть волос она нам сейчас не понадобится мы потом будем с ней работать все остальные волосы немножко начесываю массажной расческой изнутри приглаживаю сверху все торчащие волоски вместе с лаком завязываю хвостик теперь я беру невидимку завожу в резинку подворачиваю и закалываю и у нас получается вот такой пучок это очень быстрый способ и мне кажется что он легкий затем можно где-то подколоть невидимками если еще нужно и в принципе все пучок готов теперь мне понадобятся вот такие вот заколочки потому что они у меня есть и их сразу раскрыла все вы можете взять вместо них резиночки или крабики маленькие что у вас есть под рукой и теперь работаем с этой прядью которую мы отделяли я беру тонень тоненькие прядки и закалываю каждую этими заколочками эти заколки для афрокос покупала их на алиэкспресс если кому-то интересно это просто кружочки такие железные и так один ряд сделали у меня получилось 5 рядок 5 заколочек теперь каждую эту прядку разделяем на 2 и вот так вот половинку одной прядки закалываем с половинкой другой то есть у нас получится такой узор ромбиками если вы работаете резиночками то на месте этих заколок вы завязываете резиночки потом просто нужно будет подколоть невидимками потому что я этими заколками не просто пряди закалываю еще подкалываю к основной массе волос чтобы они держались на одном месте и вот так вот такими ромбиками шахматном порядке я закалываю эти прекраснейшие заколочки второй ряд готов теперь опять разделяем пополам прядку первую у нас как вы видите получается больше заколочек расширяется ряд и так же я еще закалываю еще один ряд сейчас вы увидите что начнут вырисовываться ромбики уже эта прическа будет очень красиво смотреться на светлых волосах точнее этот узор он будет виден эти ромбики то что на темных вроде все сливается но еще очень яркий свет в живую это виднее чем сейчас на камере и закалываю последний ряд как вы видите у меня получилось 4 ряда из этих заколочек вот такой узор уже вырисовывается и мне кажется это очень интересная идея это пришло мне случайно в голову прям в процессе съемки идей для причесок на выпускной оставшиеся хвостики я просто заплетаю в косу с подхватами с одной стороны каждую вот эту прядку я делю на три и использую в качестве подхвата у вас получается еще дополнительно такая челочка вы можете сами регулировать ее длину можно покороче можно подлиннее можно вообще над бровями сделать если волос если длина волос позволяет допустим главное просто попробуйте ее заранее сделать потому что это очень важно на видео кажется что все легко но когда вы сталкиваетесь с этим впервые это очень сложно поэтому просто попробуйте потренируйтесь заранее дальше я прячу с помощью шпильки кончик и подкалываю невидимкой и вот такая прическа получилась и переходим ко второй прическе вторая прическа у нас будет с распущенными волосами если кто-то любит их можно подкрутить можно не подкручивать по желанию а я отделяю волосы как для мальвинки точнее и делаю эту мальвинку завязываю хвост высокий остальные волосы я не трогаю они просто будут распущены прячу резинку прядкой отдельной и закалываю ее невидимкой чтобы она не выскользнула из невидимки я наматываю на одну половинку невидимки кончик пряди и тогда уже закалываю тогда у вас не выпадет эта прядь еще лучше лаком пройтись зафиксировать эта прическа у меня будет с таким аксессуаром вот такая у меня есть корона она пришла очень малюсенькая я думала что она будет нормальных размеров но думаю подойдет для детских причесок поэтому я решила ее использовать впервые я закалываю эту корону невидимками и теперь я буду начесывать хвост беру достаточно крупные прядки и начинаю хорошо начесывать особенно у основания хвоста я по всей длине особо то и не начесываю только у основания сантиметров 10-15 начесываю и растягиваю по бокам эту прядь ширину затем начесываю следующую прядь также очень хорошо начесываю корней начес я фиксирую лаком также растягиваю в ширину эту прядь и начинаю верхний слой приглаживать только не вычесывайте начес просто приглаживать нужно еще я дополнительно просто сделала ребрышки этого делать не обязательно если вы не умеете ну не могу я вот просто взять и сделать простую прическу мне нужно что-то еще получается вот такая вот милая прическа с распущенными волосами но при этом они все улица собраны и не будут мешать так что надеюсь что этот вариант вам тоже понравится тем временем переходим к третьей прическе мне нужно на макушке отделить круговым пробором прядь по краевой линии роста волос я оставляю волосы где-то сантиметров 5 примерно и еще этот пробор лучше сделать более-менее ровным и так завязываю из этих волос хвост остальные волосы сейчас буду плести делаю вот такой вот косой глубокий пробор и начинаю плести косу наизнанку то есть у нас коса будет выпуклая и теперь начинаю плести на проборе то есть там где у нас идет пробор со стороны хвоста я пряди просто проплетаю со стороны лица я добавляю подхват и и у нас коса должна идти по пробору и да или даже чуть выше чтобы скрыть его пробора не должно быть видно и вот таким образом я плету добавляю подхват и только с одной стороны если вам сложно плести косу наизнанку вы принципе можете обычную плести из трех прядей то есть обычный колосок так я проплетаю по кругу и и Кончик немножко проплетаю и пока что закалываю невидимкой. Теперь переходим к хвосту. Прячу резиночку, потому что ее может быть видно. Разделяю хвост пополам. Одну часть пока закалываю, буду работать со второй. Вторую часть разделяю также пополам и эти половинки еще раз пополам. Подкалываю их невидимками, то есть раскладываю по кругу эту половину волос. И распределяю точнее и закалываю невидимками. Там, где у нас должны эти пряди быть. Также делаю с другой стороны. У нас получается 8 прядок. Вот так вот, как солнышко. Это для удобства. Чтобы у нас было все распределено сразу и мы знали, что плести, что куда вплетать. Берем самую первую прядку у лица, делим ее пополам и начинаем с одной половинки заплетать обычную косу. Затем вместо подхвата добавляем вторую прядку. Как вы видите, я плету чуть отступаю от хвоста, сантиметров 15-20. То есть достаточно много. И вот так начинаю плести тоже по кругу вокруг хвоста. Каждую прядку, выделенную, я буду делить еще на две и добавлять вместо подхватов с одной стороны. С другой стороны я делаю просто проплет. Можно взять шпильку, даже, наверное, нужно, и зафиксировать начало, чтобы оно не тянулось за вами. У вас была форма, нужная вам. И вот так вот я иду по кругу, убираю невидимку, делю прядку на две и каждую добавляю вместо подхвата. И плету косу по кругу. Как вы видите, получается такой пучок. По ходу плетения я еще фиксирую шпильками, чтобы коса была на своем месте и не тянулась за мной. И так вам удобнее, кстати, будет тоже. И у вас все распределено уже. Вам не нужно переживать, что вы тут больше пряди возьмете, там меньше. Вы просто плетете по кругу, стараясь косу плести на уровне тех прядей, которые вы закололи. Периодически подкалывайте шпильками, чтобы коса не тянулась за вами. Вот у нас получается такой замечательный пучок. Вы уже поняли, наверное. Доплетаю последние прядки. Теперь прячу первую косу, то есть просто заматываю ее за хвост, которую мы самую первую плели. И закалываю невидимкой. Теперь крепим начало нашего пучка невидимкой. И так же прячем внутрь кончик косы. Закручиваю вокруг хвоста и креплю невидимкой. Все закрепили. И теперь так же беру невидимки и по кругу этого пучка закалываю невидимками косу. На этом этапе вы можете поправлять, вытягивать эти пряди, чтобы пучок был побольше. И закалывать все невидимками, чтобы все держалось и ничего не развалилось. Фиксирую все лаком. Можно добавить какой-то аксессуар. И все, вот такая прическа готова. Вы можете регулировать пучок. То есть можно сделать его выше, ниже, на том уровне, который вы хотите. И получается вот такая вот интересная, необычная прическа. И еще у нас одна прическа. Это самая простая. Делаем низкий хвост. Делим хвост на три части. Мы сейчас будем плести вроде бы как обычную косую, но немножко необычную. Смотрите, мы берем крайнюю правую прядь, делим ее пополам. И через нее протягиваем среднюю. Вот так. Теперь она у нас средняя получается. То же самое делаем слева. Левую прядь делим пополам. И через нее протягиваем среднюю. То есть захватываем всю эту прядь. И протягиваем. Все, теперь левая прядь у нас средняя. То же самое делаем справа. Разделяем и протягиваем через нее среднюю. За счет такого плетения у нас получится 3D коса. То есть она вообще будет со всех сторон. Плетем так до конца. Вот видите, получается со всех сторон коса. Как ни посмотри. Зачем мы это делали? Сейчас я буду растягивать пряди. И за счет этого у нас будет очень объемный элемент, который мы закрутим в пучок. Если сделать обычную косу, то у вас будет какой-то плоский пучок. А так получится достаточно объемный. И вообще не будет понятно, что это сделано из одной косы, грубо говоря. И если у вашей девочки длинные волосы, то это будет вообще очень шикарно смотреться. Будет такой красивый, богатый пучок. Я хорошо вытягиваю прядки, фиксирую резинкой кончик и просто закручиваю в пучок это все. Осталось только заколоть все невидимками и прическа готова. Буду рада, если напишите, какая из причесок вам понравилась больше. Если хотите еще варианты причесок для девочек маленьких, то ставьте плюсик в комментариях. Я обязательно сниму еще видео с какими-то интересными идеями. Не забудьте подписаться на канал, если вы вдруг с начала видео еще не подписались. Правда, еще впереди много интересных причесок, идей. Так что всех жду, всем очень рада, подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я выкладываю мини-версии всех видео и чаще с вами общаюсь. Это было, конечно, длинное видео, но я хотела, чтобы все было понятно и все вы могли повторить в реальном времени вместе со мной. Буду рада, если поставите лайк. У меня на сегодня было все. Всех очень жду в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok